Друзья, всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. В предыдущих видео я делал небольшие устройства для измерения емкости аккумуляторов. Но эти устройства имели один общий недостаток. Они не умели измерять внутреннее сопротивление аккумуляторов. Так как реализовать это технически было довольно сложно, а программная реализация имела очень большую неточность и давала весьма неоднозначные показания. Поэтому в своих проектах я отказался от программной реализации данного функционала. Сегодня я хочу с вами поговорить о приборе для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. Это тестер IR502. Поставляется он в очень интересной сумочке. Первый у нас встречает инструкция, довольно подробная, на английском языке. В комплекте набор щупов, кабель Type-C для зарядки и сам прибор. Прибор довольно небольшой. Для сравнения рядом с ним располагается iPhone 4S. С обратной стороны под крышкой находится аккумулятор. Аккумулятор примерно на 1500 мАч. В верхних частях располагается разъем для подключения щупов, разъем для подключения зарядки и фонарик. При подключении питания тестер переходит в режим зарядки. Надпись батарея и индикация зарядки. Отдельно стоит упомянуть щупы. Щупы здесь сделаны правильно. И попробую сейчас поближе вам показать. На каждый щуп идет два провода. Это нужно для того, чтобы избежать влияния сопротивления щупов на измерение сопротивления аккумулятора. Поэтому щупы сделаны действительно хорошо. Подключение элементарное. Вставляем и закручиваем. Включаем. При включении тестер переходит в режим авто. В этом режиме он автоматически определяет напряжение, а также сопротивление. Кнопкой R можно установить пределы измерения. Сейчас установлено до 100 мОм. Теперь до 1000 мОм, до 10 Ом, до 100 Ом, до 500 Ом и авто. Точно так же можно задать пределы измерения для напряжения. До 120 В, до 100 В, до 10 В и авто. Для теста я возьму первый попавшийся аккумулятор. Он вытянут из старого аккумулятора от ноутбука. Подключаем минусовой контакт и подключаем контакт плюсовой. Пошло измерение. Сейчас стабилизируется показания и мы узнаем точные данные. Итак, напряжение 4,1 В и сопротивление 79 мОм. Это реально много. Действительно много. Аккумулятор уже старый, изношенный. И это очень большое сопротивление. Для примера у нас есть другой аккумулятор. Это Leaf-Epo4. И сейчас попробуем измерить его внутреннее сопротивление. Итак, напряжение 3,3 В и внутреннее сопротивление чуть больше 1 мОм. Время на измерение сейчас уходит примерно 6-7 секунд в режиме авто. Если же задать режим измерения и вместо авто задать какие-то границы, то скорость измерения будет намного больше. Например, напряжение я поставил до 10 В и сопротивление мы поставим, допустим, до 100 мОм. И смотрим теперь, сколько времени уйдет на измерение одного аккумулятора. Берем аккумулятор, подключаем минус, подключаем плюс. И практически мгновенно 4,1 В и 78 мОм. Берем другой аккумулятор, тоже это изношенный, из ноутбука. Подключили. 3,9 В и 75 мОм. Большое сопротивление. Вернемся обратно в режим авто. Попробуем теперь померить сопротивление внутренней обычной батарейки на 9 В. 9,4 В и внутреннее сопротивление 1,8 Ом. Огромное сопротивление 1,8 Ом. Кошмар, никогда не думал, что батарейка будет столько сопротивления иметь. Ну а самое мне интересное, это батарейки вот такого вот типа. Это подделки. В данном случае, это у нас батарейка на 8800 мАч. 3,7 В формата 18650. Таких подделок в продаже очень много. Это BioLong, X-Fire, UltraFire и так далее. Подобных очень-очень много аккумуляторов. Этот аккумулятор был в фонарике комплектной. И он проработал меньше месяца. И перестал держать заряд. Его емкость реальная сейчас составляет около 150 мА. Что-то такое, точно не помню. И мне интересно было узнать, какое сопротивление вот таких аккумуляторов. Кстати, они очень легкие. Так, подключаем плюс. Подключаем минус. Итак, 3,9 В и 340 млн. Это что-то! 340 млн! Капец! Вот это сопротивление у аккумулятора. Тестер реально крутой, очень классный. И главное, что он правильно измеряет. Он измеряет синусом. То есть, переменным напряжением. Если мы возьмем сейчас и подключим тот же самый осциллограф, то на осциллографе можно увидеть синусоиду переменного напряжения, с помощью которой этот тестер и измеряет аккумуляторы. Что и должно быть. Потому что постоянным напряжением точно измерить внутреннее сопротивление аккумулятора практически невозможно. Этот прибор также имеет возможность автокалибровки. Для этого нужно соединить щупы вместе. И мы должны здесь получить нули. Мы имеем нули. То есть, все правильно. Если же нужно откалибровать, здесь показание не нулевое, то достаточно зажать эту кнопку и произойдет калибровка. Сейчас попробуем измерить аккумулятор из шуруповерта. Здесь, по идее, должны быть высокотоковые аккумуляторы. Они хоть немножко уже изношены, но все же должны иметь более-менее нормальные показания. Так, подключаем минус. Подключаем плюс. 3,2 вольта и 19 миллион сопротивления. Пробуем другой аккумулятор. Имеем 3,3 вольта и 20 миллион сопротивления. Вполне неплохие нормальные аккумуляторы. Какое-то время еще поработают. В целом, это очень неплохой прибор. А если задать еще границы измерений, то тогда скорость измерений будет довольно большой. И это поможет массово измерять аккумуляторы. Допустим, у нас есть вот один аккумулятор. Мы его измерили. 4 вольта 79 миллион. Берем следующий аккумулятор. 4,1 78 миллион. 75 миллион. Аккумуляторы изношенные. И это неудивительно. Попробуем этот аккумулятор. И реальное сопротивление 1,1,2 миллиона. Хороший прибор. Реально классный. Помогает. Потому что много аккумуляторов, которые у меня лежат. Я не знал, какое внутреннее сопротивление. И без качественного прибора это измерить практически невозможно. А сделать домашний какой-то прибор в целом возможно. Но это будет абсолютно нерентабельно. Потому что дешевле будет купить какой-то готовый прибор. Например, этот. И пользоваться им, чем пытаться сделать свой готовый прибор. В описании под видео вы найдете на него ссылку. А также скидочный купон, который будет действовать еще примерно месяц. Так что поспешите им воспользоваться. Прибор реально хороший. Измеряет очень быстро и довольно точно. Я вам его рекомендую. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok